Предлагаю проверить свою интуицию. Посмотрите, справа от меня вы видите девушку с лишним весом. Слева малыш нескольких месяцев. Ваша задача ответить, что у них общего. Вот варианты ответов. Может они обе девочки, а может они родные сестры, или несмотря на разницу в возрасте они одинаково весят. А, наверное, они вегетарианцы. Тоже может быть. Может у них одинаково жировых клеток? Что-то не похоже, да? Запутались? Выбирайте Света, говори уже ответ. Пишите в комментариях прямо сейчас ваш ответ, а в конце видео вы узнаете, правы вы или нет. Мне аж само интересно, какой вариант наберет больше всего вашей поддержки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Всем привет! Или guten Tag! Hello! Я Светлана Никитичук, и по-прежнему, вопреки всем обстоятельствам, ваш нутрицолог. Сейчас нахожусь в Германии, и продолжаю вести вас к здоровому минусу на весах. Выбирайте удобный формат в соцсетях. Или смотрите на моем YouTube-канале, и обязательно подписывайтесь. Колокольчик не забудьте. Сегодня поговорим о жировой клетке, жировой ткани, и почему у кого-то ее больше, а у кого-то меньше. От чего это зависит? Не забывайте ставить лайк. Мне так это важно сейчас, а вам просто тык пальчиком. Быстро напомню, что такое жировая ткань. Ее рост приводит к появлению жировых складок. Для живущих в бодипозитиве – любимых, а для многих – ежедневный груз, стыд, неловкость и ограничения. Спасательный круг – так называют скопление жира в области талии. От него так хочется избавиться. Подписывайтесь, если устали от диет, голода, и если перепробовали все известные способы похудения. Можно и нужно худеть сытыми. Да, и продукты совершенно обычные по сезону. Жировая клетка похожа на вот такую капсулу. Внутри каждой находятся жирные кислоты и глицерин. Эти капсулы и образуют жировую ткань. Она делится на бурую и белую. Белая участвует в жировом обмене. Из нее мы получаем энергию. Кстати, совсем недавно доказали, что она является частью эндокринной системы человека. Бурая же греет, способствует поддержанию постоянной температуры тела. Ее много в детстве. Взрослее, ее становится все меньше. Сегодня поговорим о белой жировой ткани. Она обволакивает тело и находится сразу под кожей. Это так называемая подкожно-жировая клетчатка. Белая жировая ткань также окутывает все жизненно важные органы. Печень, сердце, почки, легкие. Образуя так называемый висцеральный жир. Ее можно найти между мышцами в молочных железах. Размер которых, кстати, зависит от объема жировой ткани в них. Нежелательная побочка похудения – уменьшение груди. Так вот, эти капсулы всеми известный гормон инсулин наполняет жирными кислотами и глицерином, которые он берет из глюкозы. Он много что делает и во многих процессах участвует. Но сегодня расскажу о его влиянии именно на жировую ткань. После того, как мы поели и глюкоза оказалась в крови, инсулин распределяет ее по тканям, питает и откладывает в разопас. А вдруг мы пробежим трехкилометровый марафон, и мышцам потребуется много энергии, или не будет возможности поесть целый день, а может два. Что же, сразу смерть? Нет. Наш организм очень умно устроен на самые непредвиденные ситуации, чтобы выжить. Задействовать все ресурсы, чтобы мы могли дождаться, когда будет возможность поесть и получить энергию. Жировая клетка сама по себе, как нервная, мышечная, нормальная физиологичная структура здорового организма. От нее не нужно избавляться. Ее нужно уменьшать в объеме. Уничтожить или избавиться от нее у вас просто не получится. Это не атипичная клетка, которая не должна в норме встречаться. Как, например, раковые клетки. Резко снизив объем жировой ткани, можно ослабить организм, получить тяжелые эндокринные и неврологические нарушения, заболеть вплоть до смертельного исхода. Поэтому жир не равно зло. Да, из жировой клетки может вырасти доброкачественное образование. Липома или злокачественное, либо саркома. Но это может произойти с абсолютно любой клеткой в нашем организме. Задача инсулина создать запасы энергии в так называемых депо и утилизировать глюкозу, доставляя ее в клетки, как топливо. Но он не может ее просто удалить. А вот превратить во что-то другое, перестроить легко. Представьте, что наш организм это огромный отель в курортном городе, где апартаменты – это различные клетки, а инсулин – метардотель, у которого есть ключи от любой комнаты. Он отпирает комнату и помещает туда глюкозу. В результате весь отель, организм слаженно работает. То есть, когда каждая клетка получает глюкозу, а значит энергию. Но случаются пики курортных сезонов, когда желающих отдохнуть в отеле слишком много. А наш заботливый метардотель должен расселить всех. В нашем организме такие пики – это дни рождения, поездки к родителям, любые праздники живота. Сладости, выпечка, роллы, фастфуд, крахмал в рационе и даже избыток белка тоже, кстати, превратится в глюкозу. Такой процесс, кстати, называется глюконеогенез. Превращение неуглеводных продуктов в глюкозу. И вот тут проблема. Куда деть лишнюю глюкозу? Она уже в крови. Просто удалить ее нельзя. Надо куда-то деть. Но у нас в отеле работает суперпрофессионал – метардотель. Он же гормон инсулин, который в первую очередь накормит каждую клетку, а потом превратит в глюкозу, в гликоген, добавив немного белка. И наполнит большое депо номер один – печень. Зачем оно? На случай, если мы голодаем по разным причинам, или, например, сделали разгрузочный день на 24 часа, когда уровень глюкозы в крови упадет, и может возникнуть гипогликемическая кома. Человек падает в обморок, его руки трясутся, и у него слабость и холодный пот. Так вот, чтобы такого не происходило, и предусмотрено депо в печени. Но инсулин был бы не инсулин, если бы не знал запасной вариант. Депо номер два – сосредоточено в мышцах. Его объем зависит от того, тренируетесь вы или нет. Если занятия спортом регулярны, и мышцы постоянно пользуются этими депо, то каждый раз объем запасов будет увеличиваться, чтобы было больше резерва энергии. Если физической нагрузки нет, то депо номер два будут очень маленькими. И вот наступает момент, когда депо номер один и номер два полны, а глюкоза все поступает и поступает. Оставить ее в крови нельзя, иначе случится гипергликемическая кома. Обратное состояние, когда глюкозы в крови много. Чтобы этого не произошло, инсулин знает, что делать, даже в такой ситуации. Он устремляется в депо номер три. Это жировая ткань. Здесь инсулин тоже применит магию и превратит глюкозу в жирные кислоты, соединив их с глицерином и упакует в жировые клетки. Инсулин будет наполнять клетку капсулу, еще и еще, а она будет расти и увеличиваться, а вы прибавлять в весе. Потому что все остальное депо переполнено, ему просто некуда девать лишнюю глюкозу. Если вы продолжаете переедать, питаться с преобладанием в рационе быстрых углеводов, инсулин будет снова и снова наполнять содержимым жировые клетки. Естественно, они будут увеличиваться в объеме, как размер вашей одежды. То есть будет развиваться ожирение. Понимаете? Потолстеть невозможно быстро. Чтобы это произошло, нужно соблюдать всего лишь два условия, но постоянно. Первое. Избыток калорий. Потреблять больше, чем тратить. Второе. Это поддерживать высокий инсулин в крови. Создаем анаболический эффект. Только при высоком инсулине жир будет расти. Для чего это нужно? Правильно. Много быстрых углеводов в рационе. Если эти условия выполняются, то жировая ткань набухает, как эти шарики. Но что особо интересно, что многие совершают эту ошибку, что даже при небольшом калораже, но при высоком инсулине жировая ткань будет продолжать расти. Раньше многие сладкоежки полагали, что можно есть целый день конфеты на тысячу калорий и при этом худеть. Но, естественно, результата не было. Именно из-за этого была разрушена теория калорийности, когда доказали, что не только избыток калорий может влиять на набор веса. Но это уже совсем другая история. При избытке глюкозы жировая ткань начинает замещать даже функциональные клетки, поражая целые органы и системы, печень, почки, сердце и сосуды. В норме они покрыты жировой тканью сверху для защиты. А здесь пронизываются жиром насквозь. Жиры встраиваются между клетками и замещают сами клетки, заполняя протоки. И, естественно, это сказывается на функции. Но самое коварное, что вы это никак не ощущаете. Бессимптомность этого процесса очень опасна. Этот процесс обратим и полностью излечим. А теперь вернемся к шоу «Интуиция». Все дело в том, что количество жировых клеток в организме с возрастом не меняется. То есть у человека такое же количество клеток жира будет в 10, 25, 40, 70 лет. А вот объем может меняться в течение жизни. Будет ли в дальнейшем он страдать лишним весом, зависит в большей степени от внешних факторов. А именно от образа жизни и пищевых привычек. Я сейчас не беру в расчет серьезное гормональное наследственное заболевание. Правы были те, кто выбрал вариант «Количество жировых клеток». Когда мы худеем или набираем вес, количество жировых клеток остается неизменным. Непостоянный будет лишь объем или размер жировой клетки. Это очень хорошо видно на примере этих капсул. То есть такие капсулы, маленькие, будут у стройного человека и большие, разбухшие, будут у полного человека. На самом деле, капсулы раздуваются еще больше. Становятся просто огромными. Мы сами накачиваем их. Мы сами порой не знаем и держим высокий уровень инсулина в крови и от этого испытываем частый голод, желание съесть побольше. Цепная реакция и соблюдение определенных условий, о которых я говорила ранее, приводят к увеличению объема жировой ткани и как следствие ожирению. Лишним 10, 20 и больше килограммам. Многие, кто обращаются за помощью, просто не верят, что могут действительно похудеть. Они очень осторожно идут сначала на короткий мини-курс цех. Он короткий, бюджетный, чтобы убедиться в моем профессионализме, да и вообще посмотреть, не обманываю ли я. Потому что часто предыдущий опыт, когда люди экспериментировали самостоятельно, слушали советы для всех, эти эксперименты либо не действовали, либо помогали на короткое время, а потом набирали еще больше. И в большинстве случаев после мини-курса многие остаются с нами на большую программу нутрициологика, где можно проконсультироваться с врачом, разобраться с анализами, а это строго индивидуальный подход, выяснить истинные причины лишнего веса или худеть даже с проблемами здоровья. Ну а многие просто подписываются на меня в соцсетях, посещают вебинары и не пропускают полезные ролики, как этот, например. Подписывайтесь и вы. У этого видео будет продолжение. Я расскажу, при каких условиях жировая капсула будет уменьшаться, а вы худеть. Если было полезно, поставьте лайк. Увидимся. Пока-пока.